Открытая студия Вашу харизматичную яркую улыбку мы сегодня не лицезреем ввиду наличия масок на лице, но, дорогие друзья, знайте, мы оба улыбаемся, так как рады присутствовать здесь сегодня. Тема у нас будет обширная, достаточно, прежде чем я обозначу, о чем мы будем говорить, предмет на следующие 28 минут, я напомню, что открытая студия выходит в прямом эфире. А это значит, что если у вас возникнет вопрос к нашему замечательному гостю или свой комментарий на самую актуальную мировую тематику 2020 года, которую, естественно, будем затрагивать и мы сегодня, вы всегда можете это сделать, дозвонившись до нас в прямой эфир по номеру телефона 99 45 45. В общем-то, это все координаты, которые вам необходимо знать и запомнить, ну а мы готовы пообщаться. Традиционный вопрос, хотел сначала было такую формулировку, традиционный вопрос в завершении рабочей недели, потом резко пришла мысль в голову, что рабочая неделя у нас завершена еще в начале месяца и до 30 апреля пока что она не будет восстановлена. Ну да бог с ним, как ваше самочувствие, как ваше здоровье? Спасибо большое, но так же, как и вы, мы тоже не чувствуем понятия рабочей и нерабочей недели, потому что все органы власти, они продолжают работу. Может быть, сейчас тот редкий случай, когда ты понимаешь, что как представитель государственной власти, да, ты видишь вообще, в чем выражается твоя миссия и, собственно, твое предназначение, что вот вся эта организационная работа, большая, серьезная, она как раз завязана на систему органов власти. Может быть, наверное, люди сейчас в том числе и видят, в чем, собственно говоря, смысл и предназначение этой деятельности. Очень любопытное мнение. Насколько нам известно, как раз вчера, в четверг прошло большое заседание, и несколько дней назад мне тверили, сообщалось о том, что депутаты соберутся в областной, в городской думе без, скажем так, использования современных технологий. Я имею в виду, то есть это не онлайн-трансляция, не скайп, какая-то конференция, а было решение непосредственно на месте собраться всем. За эфиром чуть-чуть, так скажем, приоткрыл завесу тайны, успел узнать Сергея Борисовича, что в действительности были все в масках, все должным образом. Почему решили собраться именно так? Я так понимаю, что тематика беседы были долгие. Речь шла о законопроектах новых? Ну, на самом деле, вчера действительно состоялось внеочередное заседание Мурманской областной думы, на котором я представлял законопроект, выдвинутый губернатором Мурманской области. Он касался новой меры социальной поддержки граждан. Это выплата семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Это новое, действительно, новое расходное обязательство, новая мера поддержки. Поэтому она должна найти было отражение в региональном законодательстве. Есть достаточно жесткие сроки. До 16 апреля, так как это софинансирование из федерального бюджета, до 16 апреля мы должны подписать соглашение с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Соответствующим образом должен быть принят региональный нормативно-правовый акт, ну, в частности, закон, который вводит эту меру, устанавливает ее. Поэтому я благодарен коллегам-депутатам, которые пришли на мне очередное заседание. Вы знаете, да, не только все были в средствах индивидуальной защиты в масках, да, но и на самом деле заседание было отработано максимально корректно и в соответствии со всеми требованиями, которые распространяются. Было у каждого достаточно большое расстояние между теми людьми, которые присутствовали в зале и приглашены. Было минимальное количество приглашенных, поэтому, собственно говоря, и вопрос-то по большому счету был один, хотя он вызвал достаточно большой отклик и интерес, потому что, ну, действительно, как любая новая мера поддержки, это всегда тем более тяжелое в финансовом отношении, достаточно весомое. Это всегда требует обсуждения. Не могу не сакцентировать внимания, то есть, я так понимаю, что, уважаемые ваши коллеги депутаты, вы также все располагались на стоянии полутора метров друг от друга. То есть, все следует букве закона, чтобы никто потом не говорил, что вот вы бросите, а сами не соблюдаете. Конечно, ну, я думаю, что при любом раскладе представители всех ветвей власти, неважно, исполнительно-законодательные, должны сами все-таки являться образцом исполнения тех требований, которые мы транслируем на граждан. А расскажите нам поподробнее об этих мерах, которые до 16 апреля должны вступить в силу, если все документы будут подписаны. И, кстати, сразу дополнительный вопрос. Вы сказали, что рамки и сроки достаточно жесткие. Вот, если 16 апреля, когда нужно все согласовать, подписать, могут возникнуть на пути какие-то подводные камни? Или вчера все прошло гладко, все направления маршрута и артерии дальнейшего движения были расставлены, и все должны успеться в срок? Ну, на самом деле, есть четкое понимание того, что мы делаем. Закон принят. Все он принят. Его сегодня, да, он будет подписан губернатором, и соответствующим образом у нас появляется право дальше действовать, принимать подзаконные акты, постановление правительства, которое утвердит порядок этой выплаты. Я напомню просто, что она была озвучена президентом в ежегодном послании. Сергей Борисович, вы простите, пожалуйста, давайте остановимся на президенте в ежегодном послании. У нас есть звонок, попробуем ответить на него. Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Нагубанова Нина Константиновна. Здравствуйте, Нина Константиновна. У вас вопрос или комментарий? Да, у меня вопрос. Я пенсионерка. Нахожусь в группе риска. Мне 65 лет. Я в 5 месяцев не могла записаться к нейрохирургу. Наконец, меня записали, и 9 апреля подошла моя очередь в областной больнице, где лечат коронавирусных. Я, естественно, отказалась. Но дело в том, что мне опять надо идти в поликлинику и записываться снова. То есть очередь не переносится. Хоть бы переносили на то время, когда уже карантин закончится. Это что ж я теперь вообще... Сколько еще могу ходить по поликлиникам? 5 месяцев по ним хожу. Мы вас услышали, Нина Константиновна. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Я имею в виду, не переключайте ФМ, волнуйте свой телеканал. Не знаю, насколько мы можем в нашей компетенции ответить, но ситуация такова. Возвращенный контингент, зона риск, 65 лет. Должна была быть операция. Операция назначена 9 апреля. Она проходит в больнице, где лечат тех, кто пострадал от инфекции коронавируса. Проходит лечение. Нина Константиновна отказалась, но почему-то не переносит непосредственно дату операции. Надо заново выставить очередь. Можно как-то повлиять на эту ситуацию, как вы думаете? Ну, вы знаете, конечно, это не совсем моя тема. Я понимаю, что проходит. Но тем не менее, мы получаем, у нас есть как бы определенная группа в WhatsApp создана, которая занимается вопросами самоизоляции лиц старших 65-летнего возраста. И там мы решаем с коллегами из Минздрава в том числе вопросы, связанные с плановыми медицинскими процедурами, с приемами профильных врачей. Ну, Нина Константиновна, я вас услышал. Попробую отработать с коллегами из Минздрава, потому что вот просто сказать, что вы делаете... На самом деле, насколько я понимаю, областная больница функционирует в двух режимах. И в части работы с теми людьми, которые находятся в стадии изоляции коронавируса. И в плановых, собственно говоря, моментах она продолжает свою деятельность. Эти две зоны условно изолированы друг от друга. Конечно. Это абсолютно есть жесткие требования, и здесь абсолютно все разведено. Я просто к тому, чтобы, уважаемые радиослушатели, мы излишне... Вот мы понимаем свою степень и меру ответственности, да? Но мне кажется, как в любой ситуации, с которой мы сталкиваемся впервые, мы не должны излишне накручивать ситуацию, в том числе и для самих себя. Если вас пригласили на конкретное время, и это было согласовано, мне кажется, вот нужно было просто еще раз проконсультироваться с теми специалистами, насколько безопасно будет посещение в этот момент для вас. И если они гарантируют, то, собственно, мне кажется, нельзя было отказываться. Хотя я не готов комментировать конкретную ситуацию. Вы понимаете, что здесь есть масса тонкостей, и мой корявый комментарий, он, собственно, может только навредить. В любом случае, если ситуацию можно как-то повлиять, исправить, или ее больше понять, Нина Константиновна никуда и когда можно будет обратиться за дополнительным комментариями. А если несложно, если у вас будет контакт Нины Константиновны, мы отработаем это в индивидуальном порядке. Я вас услышал. Я не уверен, сохраняются ли у нас номера телефонов. Сохраняются, мне кивают наши линейные ведущие. Мы просто передадим вам номер Нины Константиновны, и в индивидуальном порядке уже вопросы... С коллегами из Минздрава мы отработаем. Все, спасибо большое, Сергей Борисович. Нина Константиновна, надеюсь, получится решить возникшую ситуацию у вас. Но также соглашусь с Сергеем Борисовичем, что в такой ситуации, когда мы сталкиваемся с чем-то, чего мы не знаем, чего мы боимся, и этот страх подогревается лишний раз огромным потоком информации, который звучит буквально отовсюду, как, знаете, принято говорить из каждого утюга, будь то рекламный билборд, радиостанция, телевидение, любой информационный источник сообщает о том, что происходит, нагнетается страх, и ситуация иногда становится даже более утрированной, чем должно бы это было быть. И, конечно же, по логике вещей надо сохранять холодную голову и здравомыслие, но я думаю, что и страх, и спуг, и неуверенность, они тоже вполне обоснованы. Ну, вот так уж получилось, в такой ситуации мы сейчас оказались. Ну, действительно, мы все живые люди, и, собственно говоря, наверное, ну вот мы обсуждаем это на разных уровнях с разными людьми. Сложно было предположить, что вот в наше время это может произойти, и тем более вот в таких масштабах и таких формах. Мне кажется, ну вот действительно нужен баланс. Вот я понимаю, что очень многое в этой ситуации зависит от меня самого, вот лично от меня конкретного человека, если я должен следить за гигиеной там собственных рук, если я соблюдаю требования самоизоляции, значит, я все-таки ответственно подхожу к ситуации, и я себя стараюсь максимально обеспечить и обезопасить. С другой стороны, да, я не перехожу вот в это паническое состояние, я не передаю непроверенные слухи, я не тиражирую это, да, я все-таки прислушиваюсь и к здравому смыслу, и к тому, что происходит вокруг. Сергей Иванович, вы что хотите сказать, и гречи не закупаетесь? Честно? Нет, не закупаюсь. Ну тогда нас с вами здесь уже как минимум четверо, и мы можем продолжать эфир. У нас с вами был диалог до того, как раздался звонок относительно указа президента, который был озвучен. Да, я продолжу. Просто это новая мера поддержки, она действительно касается той категории детской в возрасте от 3 до 7 лет, которые раньше, вот, меры государственной поддержки не распространялись. То есть, основной пакет шел с рождения ребенка до исполнения 3 лет, а вот на эту возрастную категорию, которая требует особого внимания государственного... От 3 до 7 лет. Да, от 3 до 7. Сейчас это новые меры поддержки, они коснутся, по нашим подсчетам, почти 7,5 тысяч детей в Мурманской области. Выплата, она будет равняться половине величины прожеченного минимума, это без малого 8600 рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Выплата должна быть осуществлена с 1 июня, хотя по плану она была 1 июля, но вот по соответствии с последним выступлениям президента здесь перенос на 1 июня, и мы сейчас работаем с коллегами из других ведомств для того, чтобы максимально быстро все это обеспечить. Средства заложены, большая часть средств, а это внушительная сумма, 775 миллионов рублей на 2020 год, большая часть средств, 71 процент, это средства федерального бюджета, и больше 200 миллионов – это средства областного бюджета, которые уже заложены. Уже лежат гарантом запуска этой процедуры. Да, они есть, и с 1 июня все семьи, которые попадают под эту выплату, а она адресная, то есть здесь в зависимости от уровня дохода, поэтому среднедушевой доход на человека в такой семье не должен превышать 17 700 рублей, величину прожидочного минимума, который устанавливалось. И все эти семьи, и на каждого ребенка, который попадает в эту выплату, мы с 1 июня начнем ее производить. Причем очень важно, раз уж мы заговорили про век информационных технологий, от заявителя, от мамы или от папы, кто будет являться представителем семьи, потребуется только один документ, только заявление. Даже без бюрократической волокиты. Да, все остальное берут на себя органы власти, включая справки о доходах, которые в рамках системы межведомственного взаимодействия мы будем запрашивать у коллег в пятидневный срок и определять, имеет право семья на выплату или не имеет. Просто великолепно. У меня есть буквально пара дополнительных вопросов относительно этого законопроекта, но я задам их уже по завершению рекламного ролика, который прямо сейчас начнется. Через полтора минуты мы продолжим диалог, так что не переключайте ФМ-волну и свой телеканал. Реклама Продолжается пятничный эфир. Это открытая студия, совместный проект Радио Рекорд и телеканала Артик ТВН. Я ее ведущий Николай Духмас. В гостях у нас сегодня Мякишев Сергей Борисович. В первой половине программы так обстоятельно успели построить диалог, очень много успели его узнать. У меня пара дополнительных вопросов осталось, я их сейчас озвучу. Также приняли звонок. И с вопросом и с комментарием нашей радиослушательницы или нашей телезрительницы мы также не оставили его без внимания. Поэтому я напомню наш номер телефона. Звониться всегда еще можно успеть. 99-45-45. И прямо сейчас ответим на следующий вызов. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представитесь. Я пенсионерка Галина Ивановна. Галина Ивановна, слушаем вас. Я бы хотела, во-первых, сказать спасибо волонтерам, которые волнуются о пенсионерах. Был их пенсионерах, которые могут позвонить о помощи, там, на чрезвычайную карту, продукту. А почему-то за защитой не заботится. Не все пенсионеры могут позвонить о помощи 75-80 лет. В жизни я старшего города, вернее. Неужели нельзя было согласовать с пенсионным фондом, списки таких, и выделить помощь продуктами, там, и лекарствами, а? Ну, что, значит, поднимет свои доды и побеспокоится об них, о этих пенсионерах. Они старые и не могут, главное, как говорят, не позвонить, ничего. Мы вас услышали, Галина Ивановна. Я так понимаю, речь... Во-первых, спасибо, что поблагодарили волонтеров. У нас буквально вчера открытая студия была посвящена волонтерской деятельности. Ребята действительно молодцы, оперативно отвечают на вызовы. Горячая линия у них работает в режиме нон-стоп и планируют после пандемии продолжить, я имею в виду, когда закончится режим нашей самоизоляции, продолжить деятельность и в этом ключе тоже. Но также прозвучал комментарий. Я не уверен, что до конца я его понял, связь была не очень хорошей. Но речь идет о том, чтобы делать... Более обширно подойти к этому вопросу с точки зрения пенсионного фонда, осознания списка пенсионеров, которые не могут себе много позволить. Пожалуйста. Галина Ивановна, спасибо за ваши переживания, за людей старшего возраста. Но я хотел бы сказать, что мы на самом деле работаем вместе. Три силы, которые сейчас работают на тех людей, которые находятся на самоизоляции. Те, кто попадает в самую рискованную возрастную группу 65+. Это как раз те самые учреждения социального обслуживания, соцзащиты. Это волонтерские организации, это муниципалитеты. На самом деле мы в очень тесной связи все работаем друг с другом, потому что телефоны горячей линии, о которых вы говорите, это телефоны, к которым подключены как раз три составляющих. Соцзащита, муниципалитет и волонтеры. Мы каждый звонок, она в каждом муниципалитете своя, где-то один, где-то три телефона. Мы отрабатываем все заявки. Вот на сегодняшний день мы в таком режиме работаем с 27 марта. У нас обработано больше 2,5 тысяч заявок. Значительная часть из них действительно отрабатывается волонтерами. Но и соцзащита работает. Списки нам даже с пенсионным фондом не нужно их как бы выверять. Мы знаем о том, что у нас, чтобы вы понимали, что соцслужбы не бездействуют. У нас на социальном обслуживании находится больше 4,5 тысяч граждан, тех, кто потерял полностью или частично способность к самообслуживанию. И мы понимаем, что у нас в области больше 50 тысяч граждан старше 65 лет, которые проживают одиноко. Мы стараемся отрабатывать по каждой заявке как раз вместе с волонтерами, вместе с пенсионным фондом. Но вот, видите, последняя тема, которая здесь также отрабатывается, это и с банковской системой возможность снятия наличных средств. То есть мы понимаем, насколько сложная тема, в которой оказались наши граждане старшего возраста. И поэтому мы мобилизуем все ресурсы, которые есть, в том числе и у соцслужб. Поверьте, они работают в полном формате и в полном объеме. Ваше переживание вполне ясно, но я надеюсь, что ответ Сергей Борисович вас немножечко успокоил. Работы много, этого никто не встанет отрицать. Ее даже больше, чем мы могли бы предположить на конец прошлого месяца, к моменту, когда мы осознали, что пандемия – это действительно серьезная угроза. И условный режим «сидим дома» – это не несколько дней, а, возможно, все изрядно затянется, потому как об этом мы не раз с вами уже сегодня говорили, не раз поднимали, в принципе, в эфире «Открытой студии». Одна из тех проблем, осознание которой, ее масштабы, пришли несколько позже, чем она сама. Действительно придется подольше посидеть дома, действительно придется во многом себя ущемить и ужать. И, конечно же, если мы говорим о людях в высоковозрастной категории, 65+, им требуется много помощи. Однако эта помощь осуществляется, и речь идет не о том, что мы что-то запустили, и процесс идет. Работа идет в режиме нон-стоп. Поэтому, если где-то еще кто-то не успел почувствовать или ощутить результат, я убежден в том, что этот результат будет виден уже в ближайшее время. Заявок много, они постоянно отрабатываются. Если мы даже говорим о волонтерах, я знаю, что их становится все больше. Многие люди подключаются, если им позволяет состояние здоровья, если они подходят под критерии, я имею в виду дееспособности. Поэтому не переживайте, все будет хорошо. Ну, как бы это банально не прозвучало. Ну, а если вот, возвращаясь к звонку Галины Ивановны, если у нее есть конкретные адреса людей, которых мы еще не охватили, то мы можем это сделать абсолютно нормально. Проинформируйте, мы обязательно выйдем, мы представители соцобслуживания обязательно выйдут по указанным адресам. Мы, собственно говоря, мы работали в таком режиме всегда. Видите, тут есть некая тонкость. Закон о социальном обслуживании, он предусматривает заявительный характер услуги. Чтобы человек стал получателем наших услуг, он должен об этом заявить. Это лежит в основе всего. Поэтому, собственно говоря, но мы всегда реагировали на представителей СМИ, на просто граждан, которые переживают. Любой звонок для соцслужбы – это всегда повод пойти и проверить состояние человека. Спросить, готов ли он получать наши услуги, нуждается он в чем-то. Если нуждается, мы всегда придем и отработаем. Спасибо большое. Максимально обстоятельный ответ. У нас не так много остается времени до завершения программы, а у меня есть еще один любой быт нюанс, который было бы актуально узнать именно у вас. Опять же, за эфиром уточнил, на всякий случай, это я такие ремарочки обращаю к нашим радиослушным телезрителям, чтобы не подумали, что очень надуманно идут диалоги. Определенные триггеры стоит расставить, но я уточнил Сергея Борисовича, на момент времени проживает ли он в Североморске, по-прежнему работает в Мурманске. Сергей Борисович ответил, что все верно, все именно так. И я бы хотел задать следующий вопрос. На момент времени мы, опять же, получаем много информации, много ее распространяем, как представители СМИ, безусловно, о том, что большая часть, скажем так, очагов на распространение болезни, так уж вышло, так получилось, что она уходит именно на областные муниципалитеты. То есть в Мурманске тоже наблюдаются разные моменты. Везде проходит лечение, вроде бы везде стараются как-то мобилизовать или сократить зону распространения. Вроде бы все хорошо получается, но я знаю, что многие люди переживают на тему того, а можно ли вообще как-то выбираться в область, а если я куда-то поеду, в другой город, как будут проверять вообще въезд-выезд. Вот насколько нам известно, скажем, на КПП Североморска появилось любопытное нововведение. Ну, действительно, в рамках действующего постановления все зато обязаны установить особый пропускной режим. Он и так раньше, собственно, всегда действовал с точки зрения проверки паспортов, а теперь добавилась еще и термометрия. То есть вот я, возвращаясь домой после работы в Североморск, проезжая КПП, я не только показываю паспорт, но и я и даю возможность представителю медслужбы измерить температуру. То есть у меня уже выработался, вот видите, даже рефлектурно дернулась рука, запястье, не лоб, как первоначально планировалось, потому что все-таки здесь больше адекватность температуры, наверное. Поэтому вот запястье, и представители медслужбы проверяют, они дежурят круглосуточно. Ребята молодцы, стараются очень быстро все это делать. И действительно уже отладился какой-то определенный алгоритм. Я понимаю, что вот паспорт, и вот рука, и, собственно, ты можешь, если все в порядке с температурным режимом, ехать дальше. А как вообще настроение в самом городе? Вы знаете, все-таки город – столица Северного флота, поэтому... Ну, люди крепкие и суровые, это понятно, конечно. Люди крепкие и суровые. На самом деле я не вижу, скажем так, никакой паники. Есть абсолютное понимание того, что мы делаем. Есть понимание важности и сложности тех задач, которые стоят и перед муниципалитетом, да, перед флотом, и перед всеми нами как жителями. Город убирается с точки зрения там наведения порядка и чистоты на улицах. И я, правда, вижу я его только в очень определенный промежуток времени, поздним вечером и ранним утром. Но, тем не менее, да, поток машин сократился, это заметно, даже вот в этот временной интервал. Но я думаю, что никаких там панических настроений и слухов точно не распространяется, и слава богу. Всегда приятно слышать это и узнавать из первоисточников, потому как очень важно понимать, что города не становятся изолированы друг от друга, и каждый город не превращается в маленький очаг паники. Где люди бешено скупают с полок товары, запираются дома, заколачивают окна и двери, вешают крестик. Ну, простите, я, конечно же, утрирую очень сильно, но иногда создается ощущение, когда идет большой поток информации о том, что где происходит, что весь период самоизоляции пытаются свести именно к этому. Но, как мы видим на живых примерах о том, что все-таки северяне, я не буду говорить мурманчане, или жители Североморска, Мончегорск, какого-то, северяне, люди адекватные. И, наверное, все мы понемножечко где-то и суровые, где-то и закаленные, и готовы воспринимать определенного рода тяготы. Однако без помощи тоже не обходимся, об этом сегодня было многое сказано. Я хотел бы задать последний вопрос, хотя возвращаясь обратно к самом начале беседы. Та инициатива, о которой мы говорили, тот законопроект, который вы представляли вчера в Думе, с 1 июня должны начаться эти выплаты, я забыл вот о чем поинтересоваться. Это план на 2020 год или в идеале, в теории, или, может быть, так уже прописано, в дальнейшем развитии этого законопроекта, о том, что это будут постоянные выплаты на эту возрастную категорию детей с 3 до 7 лет? Да, на перспективу уже есть четкое понимание. У нас, вы знаете, бюджетный процесс, он рассчитан на 3 ближайших года. Средства закладываются не только на 2020, но и на 2021-2022. Мало того, могу сказать, что если в 2020 году принято решение о выплате в размере половины величины прожиточного минимума, который устанавливается в регионе на детей, то с 2021 года рекомендовано, по крайней мере, отрабатывать формат в размере целой величины прожиточного минимума. То есть это серьезное средство, и они и в федеральном бюджете, и в региональном бюджете предусматриваются. Мы очень надеемся, что все именно так получится, и остается только следить за развитием событий, но и пережить весну, я имею в виду сейчас скорее эмоционально. Есть что пожелать нашим радиослушателям и телезрителям в завершении рабочей недели, в начале выходных, вроде даже распогодилось за окном, пока мы с вами беседовали? Да, хорошая погода, мне кажется, нормальная северная, апрельская. Уважаемые друзья, мне бы хотелось пожелать вам спокойствия, уверенности и ответственности, да, потому что очень многое вот в этой ситуации непонятное, где нет готовых рецептов, зависит от каждого из нас. И мне кажется, вот те самые простые правила, о которых мы когда-то все время говорили, да, условно, переходи улицу на зеленые, да, мой руки, как бы это ни банально звучало, да, думай о себе в первую очередь. Потому что сохранность твоего здоровья и твое ответственное отношение, это, по сути, да, вот, это такой мультипликационный эффект для всего региона в масштабах страны, наверное, и в масштабах страны. Относимся ответственно, бережем себя, а значит, и бережем тех, кто рядом. Подписываюсь под каждым вашим словом. В гостях у нас был Мякишев Сергей Борисович. Спасибо большое, хороших вам выходных и крепкого здоровья. Берегите себя, друзья. Открытая студия